Век интернета сблизил футболистов и болельщиков настолько, что от образов Месси и Роналду в социальных сетях уже невозможно скрыться. Звезды футбола не покидают наши смартфоны. Мы постоянно смотрим на финты Салаха, передачи Дебрюйни и голы Карима Бензима. Но за пределами нашего с вами внимания зачастую остаются не менее яркие и классные футболисты. Они великолепно делают свою работу, при этом остаются в тени своих блистающих партнеров. А ведь именно они обеспечивают славу бомбардирам. Мы представляем игроков, буквально героев, о которых незаслуженно говорят мало. Друзья, если вам нравится наше творчество, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Гол24, где мы выкладываем интересную статистику, факты и срочные новости. Если Ютуб будет заблокирован, то нам придется опубликовать видео на других платформах. Всю информацию предоставим на нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании под видео. Тьяго Силва, Челси Когда футболист переходил из Парис-Анджермен в лондонский клуб, казалось, что Челси просто расширяет обойму игроков. Бразильцу было 36, и мало кто предполагал, что он будет играть регулярно в интенсивный АПЛ. Но вот позади большая часть сезона. И Тьяго Силва – один из ключевых футболистов Челси. Супер-ветеран остался на скамейке всего в пяти матчах, три из которых на старте сезона, когда защитник только-только перебрался в Лондон. Томас Тухель не скрывает своего восхищения. Он как Бенджамин Баттон, футбольный Тьяго Баттон. Но я знаю, сколько за этим стоит работа и профессионального отношения. Это своего рода чудо, потому что он перешел в этот чемпионат, где жесткий график, напряженные матчи, силовая игра каждый день. Причем в самом конце своей карьеры. Это было смело. Знаю, как он работает, чтобы оставаться в форме. Сколько усилий вкладывает за пределами футбольного поля. Как восстанавливается дома, а как спит и питается. Это просто невероятно. И только благодаря этому такое возможно. Тьяго Силва действительно увлечен процессом восстановления. Он даже заказал себе из Соединенных Штатов специальную кислородную камеру, в которую залезает каждый день, порою по два раза. Но нам интереснее роль, которую бразилец играет в Челсе. Он занимает позицию центрального защитника в тройке. Это раскрывает лучшие качества бразильца и минимизирует недостатки. Тьяго никогда не был быстрым, а с возрастом эта проблема только нарастает. Но на этой позиции от Силвы не требуется беговой работы. За него это делают более скоростные крайние центральные защитники типа Рюдигера и Кристенсона. А бразилец на опыте страхует этих игроков и решает сложные эпизоды. Порой выносит мяч с ленточки. Поэтому показатель он лучший в европейских топ-5. По числу возвратов и перехватов. Силва в топ-10. Кроме того, Тухель эффективно использует пасовые качества Тьяго Силвы. Бразилец – самый пасующий игрок Челсе в этом сезоне АПЛ. Кроме того, он входит в 5% самых пасующих центрбеков мира при точности пасов – 93%. Вместе с Жоржинью они направляют развитие атак команды и помогают преодолеть прессинг. Тьяго в какой-то мере возрождает роль классического Либера из футбола 90-х. Когда за линией обороны команды страховал человек, потрясно читающий игру. Да и ко всему прочему, Силва еще и регулярно забивает. Уже три гола в этом сезоне АПЛ. Неплохо для защитника, которому под 40, не правда ли? В лице Тьяго Силвы Челсе нашел футболиста с огромным опытом и профессиональным отношением к делу. Сейчас бразильцу 37, но Челсе продлил с ним контракт еще на сезон. Пьер Эмиль Хейбьерк. Тоттенхэм. Герой сборной Дании, без которого команда точно не забралась бы так далеко на Евро 2020. Вряд ли на всем Евро найдется футболист, который оказывал бы на свою команду большее влияние, чем Хейбьерк. Сочетание физической мощи, выносливости, технического оснащения и футбольного интеллекта сделала из Хейбьерка, ключевого игрока датской сборной, который часто остается в тени, но оказывает огромное влияние на атакующий потенциал команды. Плюс усердно отрабатывает в обороне и помогает при продвижении мяча со своей половины поля. Примерно тем же датчанин занимается в Тоттенхэме. У шпор выдается непростой сезон. По-другому и не бывает, когда посреди чемпионата меняется главный тренер. Антонио Конте строит свои любимые 3-4-3, в которых Хейбьерк вместе с Оливером Скипом цементирует центральную зону. Фьер Эмиль ожидаемо получил свободу действий и ключевую роль в полузащите. Он отвечает за развитие атак, являясь самым пасующим игроком Тоттенхэма и входя по этому показателю в топ-5 АПЛ. Он же перекусывает центр поля. Шестое место по числу отборов и пятое по подборам. И это не считая огромной беговой работы, которую дает датчанин. Хейбьерк входит в 10% самых пасующих полузащитников Европы, при этом точность его передач – 89%. Внушительные показатели, учитывая то, что Пьер Эмиль еще и входит в число 15% хавбеков по продвигающим передачам в среднем за игру. К сожалению, игра таких футболистов чаще всего остается в тени проходов Сона и бомбардирских подвигов Кейна. Но если у Конте получится и дальше строить свой проект, то в скором времени можем ожидать возвращения Тоттенхэма на былой уровень. А там вернутся и разговоры о Хейберге, как об одном из самых полезных полузащитников в Англии. Эмиль Смитроу. Арсенал. Магия. Таким образом мы могли бы описать игру Месута Азила в Арсенале, когда он по-настоящему хотел играть в футбол и следил за своей формой. Чуть больше года назад немецкий плеймейкер покинул Англию, а сейчас близок к тому, чтобы оказаться выброшенным из Фенербахче. Казалось, после ухода такого мастера Арсенал обречен на проблемы в атаке, но на самом деле канониры показывают самый привлекательный футбол за последние годы и всерьез борются с Тоттенхэмом за попадание в зону Лиги Чемпионов. Эмиль Смитроу – одна из звездочек нового боекомплекта Арсенала. 21-летний англичанин – лучший бомбардир команды наряду с Бука и Усака. И, пожалуй, главное открытие сезона ВПЛ. Всего за несколько месяцев Смитроу прошел путь от футболиста, которого собирались сплавить в очередную аренду, до одного из важнейших игроков Арсенала. Смитроу сочетает в себе технику, напор и работоспособность. Он не играет на грани гениальности, как Азил, зато куда больше пашет на благо команды. Его рывки и прессинг разнообразили скудную атаку Арсенала так, что даже уход Абамиянга в Барсу не стал проблемой. Во многом ему помогает главный тренер. Микель Артетто наконец-то нашел возможность перестроиться на схему с четырьмя защитниками. Смитроу располагается на позиции десятого номера, но регулярно скатывается то вглубь поля, чтобы помочь центральным полузащитникам, то на фланге, где находит свободное пространство для рывков. Пока рано говорить о том, что Эмиль обязательно вырастет в игрока экстра-класса, но уже сейчас задатки для этого мы можем разглядеть. Очередной центральный защитник в нашем рейтинге. В последние недели на Гарсию обрушилась справедливая критика. Он привез пенальти в двух матчах подряд с Левантой и Айнтрахтом, а Барселона начала регулярно пропускать. Эрику всего 21 год. Это его первый сезон в основе большого клуба, но у него за плечами солидная коллекция привозов. Почему же его так хвалит Хави? Давайте для начала послушаем наставника. Он не такой высокий, как, скажем, Арауха, но его лидерские качества просто восторг. Он великолепен, предан делу, отлично работает с мячом. Гарсия будет великим игроком Барса в ближайшие годы. Давайте разбираться. У Гарсии есть явный набор сильных и слабых качеств. Недостатки. Низкий рост, субтильное телосложение и неаккуратная игра в своей штрафной. Сильная сторона в первую очередь первый пас. За это Ирик оценил еще и Пеп Гвардиола, который не хотел отпускать его из Манчестера Сити. Гарсия потрясающе читает игру, когда его команда владеет мячом. Постоянно находит оптимальные варианты для продвижения и берет на себя роль Бускетца, когда Серхио перекрывают в центре поля. В Ла Лиге он занимает второе место по продвижению мяча за потерю, третье место по продвижению мяча за пробежку и второе место по продвижению снаряда за передачу. Другими словами, Гарсия превосходно задает темпы направлений атакам при розыгрыше от ворот. За этой работой неискушенный болельщик следит меньше всего. А вот ляпы центральных защитников сразу становятся достоянием широкой общественности. Так что совет. Не спешите посыпать пеплом голову Ирика. Он и правда уникальный футболист, которому нужен шанс себя показать. Этого футболиста давно принято критиковать за невероятную нереализацию моментов. Альваро не справляется с нервами. На него влияют самые разные обстоятельства вне футбольного поля. В Англии его буквально уничтожали за промахи. А после Евро 2020 семье футболиста угрожали расправой в соцсетях. Несмотря на приносимую команде пользу, Альваро превратился в одного из самых ненавистных и критикуемых форвардов Европы. Тогда почему он так востребован в топ-клубах и сборной, и даже после прихода Влаховича, остается основным нападающим Ювентуса? Ответ простой. Марата компенсирует свои проблемы роскошной работой в прессинге. Альваро делает в среднем 15,2 прессинг действия за матч в этом сезоне. Для сравнения, у Лукаку 6,32, у Ливандовского 8,46, у Роналду 4,35. При этом работает он не только в атакующей трети, как большинство других форвардов, но и в средней трети. Тут он тоже лидер среди большинства топ-страйкеров Европы. 5,8 за матч. Даже у Холланда меньше. Лучшие качества Мараты подчеркнула его игра в Лиге чемпионов против Зенитов. Альваро по привычке растранжирил парочку хороших моментов, но был полезен в другом. Он запрессовал хавбека соперника в центре поля после потери мяча и позволил дать атаке второй темп. Как итог, заработанные пенальти. Кроме того, Марату ценят за умение принять сложный мяч спиной к чужим воротам или уйти от соперника на рывке после передачи на ход. Эти качества особенно ценятся Аллегре в Ювентусе. Незабываемое про еще одно полезное качество Альваро – яркую работу с мячом под давлением. Благодаря этому умению испанец опускается вглубь поля и помогает в созидании. Своей работоспособностью и дисциплиной Марата компенсирует свои недостатки и поэтому остается нападающим высокого уровня. Спортсмен обречен оставаться в тени Ван Дейка, но Юрген Клоп, а также напарники по команде, в первую очередь сам Вирджил, возмущаются тем, насколько недооценивают Матипа. Правда сказать, недооценивали до недавнего времени. В феврале Камерунский защитник получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам месяца. Стал третьим центральным защитником за 10 лет, которому это удалось. До Жоэля подобное удавалось только Виртонгену и Вирджилу Ван Дейку. Тем не менее, Матип действительно недооценен, так как играет на выдающемся уровне и в чем-то даже затмевает звездного напарника по обороне. Например, Жоэль делает в два раза больше перехватов. Блестящий читает игру и старается работать на упреждение. Хотя и в борьбе Матип тоже силен. У него лучший процент выигранных единоборств в обороне среди всех игроков АПЛ. 73. Вот что про уровень Матипа говорит бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер. На самом деле, я думаю, что Матип лучше Ван Дейка в этом сезоне. Его часто недооценивают, потому что у него не такое звездное имя. Он пришел не за рекордные бабки, а как свободный агент. Он уже давно в команде и все привыкли к его травмам. Но каждый раз, когда Жоэль выходит на поле, он показывает топ-уровень. Их связка с Ван Дейком невероятно хороша. Карьеру Матипа действительно искорюшили травмы. Но когда Жоэль здоров, лучшего партнера для Ван Дейка не найти. В этой связке он поддерживает прессинг и отвечает за продвижение мяча. Просто посмотрите на эти проходы Матипа. Невероятное сочетание неуклюжести и грации. Показатели подтверждают важность Матипа для Ливерпуля. С ним в составе команда пропускает в среднем на 0,35 мяча за игру меньше. А это 13-14 пропущенных голов за сезон. Большая разница. Не просто так Вирджил Ван Дейк признался, что просто обожает Жоэля Матипа. И называет его ник иначе, как Матоп. Родри. Манчестер Сити. Слова Пепа Гвардиолы. Родри — невероятный трансфер для нас. У него нет татуировок, и он не носит серьги. Его прическа такая, как у центрального полузащитника. Вот так должен выглядеть центральный полузащитник. И не думать ни о чем остальном. Родри очень скромен в быту. Он жил в общежитии с обычными студентами и катался на старом Опеле. Хотя уже зарабатывал солидные деньги и регулярно играл в Ла Лиге за Вилья Реал. Максимальный детокс в жизни и сосредоточенность на футболе — до сих пор его кредо. На поле Родри чаще скромен и незаметен. Но это не отменяет его важности в работе всей модели игры одной из лучших команд планеты. Суперсила Родри — это, конечно, пас. Он входит в 2% самых пасующих полузащитников в топ-5 Лиг. Притом точность его передач — 98%. Если вы вдруг подумали, что все это потому, что испанец пасует только назад или поперек, то вот еще факт. Родри — в числе 12% лучших хаффбеков Европы по числу продвигающих передач. Да и согласитесь, цену в 70 миллионов евро за опорного полузащитника Трансфермаркт просто так не выставит. Этот опорник крайне важен в переходных фазах игры, когда нужно развить атаку, придержать мяч или же наоборот быстро перестроиться после потери. В этих компонентах испанец играет как гроссмейстер. Хотя красивые закидушки в штрафную в его исполнении тоже не редкость. Не просто так его сравнивают с Серхио Бускетцем — таким же долговязым опорником с компьютерным процессором внутри черепной коробки. Только в отличие от Серхио, Родри умеет сильно прикладываться издали. Йозуа Кимих Бавария Пожалуй, главный невоспетый герой Баварии, который давно держится на уровне топ-5 или даже топ-3 лучших клубов Европы. А ведь на секундочку, Кимих — самый дорогой игрок мюнхенцев по версии Трансфермаркт. Вы скажете, Йозуа давно в основе, и все знают, что он классный игрок. Плюс его выбрали лучшим футболистом сборной Германии в 2021 году. Но нам кажется, значение роли Кимиха недооценивают. Некоторые считают Йозуа просто сильным футболистом, способным заткнуть любую проблемную позицию и таскать рояль за Лероем Сане и Робертом Ливандовским. Это действительно так. Кимих роскошен как на позиции опорного полузащитника, так и крайнего защитника. Но мы недооцениваем уровень, который он показывает на этих позициях. При Юлиане Нагельсмане Йозуа используется по большей части в центре поля. На нем держится вся атакующая конструкция. Он отвечает за диктовку темпа и вектора атак. Не просто так Кимих – самый пасующий игрок Бундеслиги. Кроме того, Йозуа помогает преодолевать прессинг. Находится в топ-5 Бундеслиги по числу ключевых передач и записал на свой счет 10 ассистов. Стоит отметить и дальние поставленные удары немца. Кстати, совсем недавно мы представили лучших снайперов из-за пределов штрафной. Обязательно посмотрите. Продолжим. А теперь маленькая деталь. Большую часть сезона Кимих играет ниже своих возможностей. Дело в том, что в декабре он подхватил ковид и до сих пор испытывает проблемы с легкими. Все дело в том, что Йозуа до последнего отказывался вакцинироваться и даже нарвался на штраф. А когда все же решился поставить прививку, было поздно. Он заразился. К счастью, сейчас Кимих набирает былую форму. Он в самом расцвете силы и наверняка еще сделает многое, чтобы выиграть для Баварии море титулов и войти в историю немецкого футбола как один из лучших представителей своего поколения. Миниатюрный итальянец никогда не ходил в главных звездах ПСЖ. Верати годами подносил снаряды для Кавани, Златана, Неймара, а теперь Месси. Он не блистал рекордами, редко попадал в хайлайты и не влезал в командные разборки. Что все это время делал Марко? Просто был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Верати сперва казался незаметным и тихим, но когда он касался мяча, начиналась настоящая магия. Такими первыми впечатлениями о Хавбеке делился Ибрагимович. Если меня попросят выделить кого-то одного из нашей команды, назову Верати. Уже слышал о нем раньше, когда мы оба играли в Италии, но тогда мне не довелось видеть его матчей. Теперь же у меня есть возможность наблюдать за ним постоянно. Он играет даже лучше, чем мне говорили. А вот уже восхищение Неймара. Я знал, что Верати отличный игрок, но не осознавал, что он настолько великолепен. Гений! Он один из лучших полузащитников из всех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой. Сильные стороны Марко становятся очевидными сразу, когда начинаешь следить за ним на поле. Он практически не теряет мяч, великолепно играет под давлением, дисциплинирован в обороне и при этом исполняет шикарные передачи в штрафную. А теперь немного статистики. Верати входит в 1% лучших полузащитников Европы по числу пассов, успешных обводок и продвигающих передач в топ-5 европейских лиг в среднем за игру. Кроме того, он среди 5% лучших по средней точности, продвигающим проходом и действием, непосредственно приведшим к опасному моменту. С прессингом у Марко тоже полный порядок. Он в 10% лучших в Европе. Идеальный полузащитник и настоящая звезда. Просто не такая раскрученная на фоне Неймара имбаппе. Казимиро. Реал. Успехи королевского клуба за последние 7 лет с кем только не связывали. С великим Криштиану Роналду. Гениальными подстройками Зенитина Зидана. С потрясающей формой Карима Бензима. Но ключевой зоной для Реала все эти годы оставался центр поля. Здесь Анчелотти по-прежнему может полагаться на связку Кроу с Казимира Модрич, которую называют лучшей в мире. Недавно итальянец признался, что без них Реал потеряет контроль над игрой. Уже несколько лет эта троица показывает, что умеет работать на автопилоте и самостоятельно подстраиваться под соперника и темп матча. Интересная история с Казимира. В первый приход Анчелотти он играл мало из-за молодости и конкуренции. Теперь же сам Анчи не может представить команду без него. Казимира стал гораздо лучше работать с мячом. Я бы ни на кого его не променял. Возможно, во время моего первого прихода в Реал мне стоило давать ему больше игровых минут. Я вежливо сказал ему, что был неправ. Продвигающие передачи, созданные моменты, голы — все это не Казимира. Да и мастеров всего этого в Реале и без того хватает. Казимира — это про разрушение и борьбу. Более трех отборов, два блока, два с половиной подбора, 3,3 выигранных воздушных единоборств в среднем за игру. По всем этим показателям бразилец в числе лучших полузащитников в топ-5 лиг. Хотя и принижать пасовые достоинства Казимира тоже неправильно. Да, за эффектные переходы и кинжальные передачи отвечают Кроус и Модрич, но Казимира — мастер в том, чтобы вовремя и просто на них отыграться сразу после отбора или же прикрыть центрального защитника, выбросившегося вперед. Сочетание физической мощи, скорости и интеллекта в чтении этих моментов делают из полузащитника идеальный пылесос, который вычистит весь центр поля и при этом не провалится при игре во владении. Казимира — клей, который не дает команде развалиться в самые критические моменты игры. Он, скорее всего, так и останется в тени более ярких партнеров по команде. Но его глобальную роль в системе Реала на протяжении всех этих лет мы осознаем только тогда, когда бразилец покинет Сантьяго Барнабео. Друзья, как вы думаете, кого из тройки Казимира Модрич Кроус Реалу будет заменить сложнее всего и почему? Напишите об этом в комментариях. Благодарим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова